Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это шестой тур моего восьмого дуэльного турнира. Играю за Карфаген против Марокко, за которую... за которое... Не знаю, как склоняется Марокко, играет человек под ником Who Am I. Карта Пангея, третий тур на Пангеи проходит, и после этого опять будет три тура на Перестрелке. Прошлые Пангеи у меня откровенно были какие-то не Пангейсты, потому что всё равно в итоге мы выясняли отношения... Ну, такое ощущение, как будто это континенты скорее были. И боюсь, что в этот раз может быть то же самое, просто потому что... Ну класс, почему у меня Карфаген не на море? Чё за подстава? Хотя место выглядит в принципе неплохим, конечно. Ну, хочется моря. Выбор у меня был Карфаген, Сиам, Венеция и Бразилия. Вот такой. Это я выбрал Карфаген. Ну, вот откровенно выбирал Карфаген именно для того, чтобы... Ну, во-первых, у него места обычно хорошие, потому что горы есть. Вот, собственно, гора есть. Ну, в первую очередь, потому что я хотел появиться на море и получить бесплатные гавани. Ну, вот, кстати, море. Но мне не хочется отсюда уходить. На самом деле, место-то неплохое. Единственное, может, вот сюда прыгну ещё, гляну. Наверное. А тут уже не очень. Хотя... Вы знаете... Ну, вот, кстати, море. Ещё похоже. Но мой соперник решил город поставить. Нет, я, пожалуй, вернусь на своё начальное место и тут поставлю город. Место неплохое у меня. И чисто идти на море... То есть я могу следующие города поставить на море. С этим проблем не должно быть. Так, куда мне лучше пойти? Так, сверху тундра. Ну, да, потратил два хода. Но зато убедился, что нормальное место. Так, начну я со скаутов, пожалуй. И так, открою лошадей. Раз у нас тут стратегический баланс. Да, ну, как я и говорил, тут мод. Вот, кстати, неплохое место для города, между прочим. И будет тут бесплатная гавань. Ммм. Мой соперник тоже не на море, так что нормально. У Марокко нету особых каких-то бонусов. Прямо, чтобы там бояться. О. Да, кстати, что у нас по демографии? Ага, производства у меня больше. То есть он просто обрабатывает две еды. А я две еды и производство. Или он поставил не на холме. Тоже вариант. Так, тут, видимо, города-государства не будет. Так, давайте-ка еще скаута. Просто важно понять, насколько близко соперник. Для этого и нужны скауты в начале. Ну, что, может попробовать убить? Да, ну что я ставлю на прояву, у меня тут одна клетка с производством. Надо найти город-государство, чтобы купить шелк. Чтобы еда была, иначе у меня сейчас... Ну как, у меня есть вообще с двумя едой, но хочется ж не просто две еды. О! Кайлас. Кайлас – хорошее чудо. Где-то рядом город-государство, может быть, кстати. Да и место ничего такое. Если бы тут еще какой-нибудь ресурс роскоши был, было бы вообще офигенно. Гор – о, отлично. Отличное место. Так. Тут неплохое место. Блин, если бы тут еще море было... Нет, не могу пока купить. Следующим ходом смогу купить. Где города-государства, блин? Ладно, можно уже монумент. Стоп. Вот так. Лошадки сами добавятся. Так, наверное, 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 амбар. Да, амбар. Тем более у нас тут амбарный ресурс есть. О! Так. Блин, тут... Блин, похоже вот на игру, как я тогда за Марокко начал играть, знаете? Вот очень похожая карта какая-то такая. Что меня смущает. Какой-нибудь тут маленький проход к марокканцу будет. Ну, вот здесь я вообще могу на море это ставить. Вот тут хорошее место для города будет. И Кайлас тебе, и два ресурса Роско... А, нет, один. Блин, и причем до золота еще может Сингапур дотянуться. Свои загребущие лапы. Так, пойдемте-ка мы, пожалуй, искать Марокко... Блин. Ну вот. Вот это, судя по всему, проход к Марокко. Ну все, давайте играть в традицию. То в прошлый раз моя игра в волю очень тяжело было. Заморок... Ну как, вообще, в принципе, нормально. Я-то в итоге... Ладно, не буду спойлерить. Давайте-ка я тут, наверное, постою. Если будет ко мне идти марокканец, чтобы он не выяснил мои места. Потом я подведу сюда скаута и уже... Мне надо остальные города на море ставить. Я так считаю. Так. Пойдем, наверное, по побережью. Ну вот, смотрите. Один город тут неплохо. Другой город... Так, золото он и так возьмет. Нам надо еще один город поставить, чтобы меха взять. Блин, ну вот тут хорошее место. Давайте вырубку. Тут, кстати, еще можно следить. Он может сюда встать куда-то, да? Не объявлять мне войну и перепрыгнуть моего дуболома. Что будет, конечно, не очень. Так, по одной клетке пойдем. Так, все. Теперь надо на производство все переключать. Построим рабочего и сразу поселенца начнем. Сколько стоит купить этот холм? 60. О! Все. О чем я и говорил. Видите? А он мне войну не объявлял. Думал перепрыгнуть. И вот отсюда очень сложно выковыривать человека. О! Может, меня убить? Блин. Его там варвары атаковали. Что-то я долго думал. Ага. Тут вот интересные места еще. Ну, мне, конечно, Кайлас в первую очередь надо загробастать. Вот еще ГГшка. Блин, она тянется к моему золоту. Ну, Кайлас как бы сам по себе два счастья дает. Но все равно хотелось бы и золото тоже захватить. То есть надо поберечь денежку. Будапешт. Сингапур и Будапешт. О, и у Сингапура, ой, и у Будапешта уже есть рабочий. Это здорово. Так, давайте-ка мы железо откроем, пожалуй. Войнам пришел. Может, поатаковать воина его? Да, армия у меня побольше. Эх. Эх. И он полечился. Ладно, вернемся. Знаете, что, давайте-ка я еще одного сначала воина построю. Так, а здесь обработаем лошадей. Ух ты. Так, первый город у меня вот тут будет стоять. Тем более, что тут и ресурс есть. Первый тут, третий там. еще один вот на этом месте надо будет. Так, отлично. Если мне все удастся, значит, второй город вот сюда надо ставить. блин, далековато, я боюсь, что... Может, мне сюда лучше поставить? Тогда мало ресурсов будет. Он тоже в традицию пошел. В общем, мне надо оба чудо себе забирать. просто если сюда встану я сразу могу чудо себе купить но тут маловато клеток будет раз-два-три а если сюда встану надо будет две клетки покупать я боюсь что не смогу купить а вот мой соперник с ним конечно его увидел это чудо ну выгоднее сюда ставить рискнуть наверное надо сейчас меня будет так поведем туда воина если чё поменяем местами варвар будет мне обстреливать я боюсь так ну что еды у меня больше производства больше зато нет денег больше на 4 аж уж у него там такое может соль 1 так что с железом тут есть ну да вот тут очень очень неплохое место конечно так он письменность не открывает так производства переключим сюда железо уже наше не хочу просто деньги тратить хочу деньги тратить на покупку клетки вопрос в том видит ли он это чудо или нет еще меня радует что тут у него варвары надеюсь они ему мешают так ну я следующим ходом могу полечиться слушайте так я тут ага приперся чувак проблема в том что варвар выстрелит и у я потеряю обороноспособность как бы вот у меня я выйду из защиты потому что у меня будет ап ну вопрос успею ли я вылечиться до того как меня проатакует мараканец или мне сразу пытаться поменяться местами юнитами наверно стоит пытаться поменяться или вылечиться есть получилось так это хорошо сейчас варвар будет его атаковать а я буду пытаться его убить как варвары ему проатакует так я иду на шелк пытаться вырубить лес я прям даже оба хочу сразу двух построить да блин ну как так ну почему он отступает постоянно ну хрень какая-то так что теперь теперь мне надо наверное сначала календарь а потом вырубку болот осушение болот календарь то я вот тут смогу построить не как не 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 да правильно мне советуют на лошадей сначала встану может на деньги переключиться попробовать по максимуму заработать чтобы купить гибралтар и тогда будет пантеон взять на плюс 4 от чудес и вообще будет зашибись все так вырубим вырублен лес теперь железо добавим вообще в принципе неплохое место то если будет и чу а вон он поставил город где то есть он гибралтар не увидел но это же офигенно он видимо думает что основное действие будет у нас вот тут или думает я его буду ну не знаю в общем может вдруг там какое-то офигенное место я зря его отдал если быть точным эксплуатационная протяженность линии московского метрополитена составляет 292 километра 900 метров это один из крупнейших метрополитенов мира и да это реклама 2gis справочник и карта городов 2gis знает двести двадцать одну тысячу пятьсот сорок пять проходов и проездов в 15 городах миллионниках россии с этим приложением вы не заблудитесь так что заходите на 2gis.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу сколько стоит 35 и отлично прям прям то что надо так лечись да не видел он гибралтар единственное жалко что я не смогу морскими караванами мои города эти отъедать но четвертый город вот тут кстати можно посадить тут в четыре города в любом случае надо играть 4 города по любасу так наверное давайте теперь переключимся он прям варвары суровы теперь можно и на производство переключиться собственно вот так ладно так и поднастроить юнитов один ход будапешт караван хочет сингапур хочет как раз отлично с этой гэшкой задружиться неплохо будет я не думаю что мне надо вот этот перешейк как-то огораживать ну опять у меня два чуда теперь мне повезло с местом когда повезет когда не повезет видите все по-разному комп мне там советуют а я хочу вот тут поставить я буду так и так идти да слегка по атакуем ой 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 как я вовремя успел так два два фуфу постоянно почему я постоянно забываю о отлично и будапешт хотел этот лагерь класс постоянно забываю переключать так деньги нужны пока пускай стоит да и пускай всегда стоит на гибралтаре просто потому что покупать это золото надо ну и сахарок я смогу сейчас начинать обрабатывать так потом амбар ну блин что тут стоишь то все так плантация амбар и он в письменность не вышел правда ну он наверное второй я видите два подряд посела построил а он видимо не спешил с этим может на дальность взять возьму-ка я на дальность да тут неплохой кстати город будет или все-таки тут поставить тогда я могу вот этими отъедать но с другой стороны если он будет давить через этот перешейк с этого города лучше будет юниты подводить к венкверму давайте откроем или в письменность лучше ща я подумаю так попробовать дань пособирать с гг-шек то да не на иммортале на бессмертном мы играем военная точно не даст потому что у нее будет дофига юнитов сингапур пускай лучше другом будет пойдем лагеря лучше побомбим а м Продолжение следует... Продолжение следует... Отращивает, видимо, библиотеку строит... Уже вышел в письменность... Так, полечимся... Дороговато... Так, начинаем с амбара... Сейчас, побыстрее они пантеон... Да, у меня тут быстро будет и религия... Надо брать на производство, а потом на пагоды... По-моему, ему на меня надо нападать, а не мне на него... Дороговато... 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 Так, где же все-таки четвертый город ставить? Тут... Или тут... Ну, смысл в том, чтобы еще и до мехов добраться... Я вот думаю, что, может, меха... У меня Карфаген и так... Достанет... Так... Будапешт хочет... Караван... Что, ребят, поатакуйте меня через речку... Очень бы хотелось... Но я сомневаюсь... Варваров со временем сделали довольно умными... Они как-то так... Не горят желания вот в такой... Не очень выгодной ситуации атаковать... Так... Может, гипорегиус пускай порастет все-таки... 70... Так... Пускай он сам купит вот эту клетку... Я тогда, может... Золото докуплю... Или на религию пускай... Просто амбар долго он строит... А, ну я могу... Кстати, я могу... Как раз в гипорегиус пустить сначала караван... Нет, надо первый все-таки... Да... Надо первый в Карфаген пустить... А второй из Карфагена в гипорегиус... Опа... Это их тут... Прилично собралось... Нет... Посидим пока в Карфагене... Так... Ну он, наверное, третий город тоже поставил... Нет? Нет... У него минус по золоту... Но он явно армию строится в этом... Походу... Да... У него примерно такая же армия, как у меня... Просто, может, кто-то раненый, поэтому меньше... То есть... Примерно два скаута, два дуболома и копейщик... Но, так как у него нету гибралтара, то... Денег у него меньше, чем у меня... В итоге... Странные ребята... Ну ладно, я лагерь разворую... Да, пускай производство будет... Тут... Добавим еще счастье... О, наконец-то... Атаковать стали... Что-то он там меня спрашивает... Так... Пожалуй, постоим в защите... Будем лагерь пытаться... Блин, ну какой ты... Тупой город... Ах... Ах... Очень худо... Мне надо покупать, потому что... У меня уже было в прошлых играх... Что город в четвертом радиусе... ГГшка забирала ресурс роскоши... Так... Ну вот эти трое... Блин... Что-то опасно... Могут сейчас... Ну, сейчас не убьют, конечно, копейщик... Но... Вылечится хоть, слава богу... Это уже не так... Это уже не так... Так... Библиотечку... И... 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 Ну, в принципе, дороги... Нет... Или... Нет... Дороги... Так... Перекинем бутику... Перекинем бутику... Так... Перекинем бутику... Соперника надо в неведении держать... Вот эти вопросы... Что я там нашел... Сколько у меня... Того-сего... Так... Давайте-ка мы скаута на помощь отправим... Попробуем хоть кого-то добить... До этого, в принципе, можно отправить... И... Интересно, где лучше Петру строить? В Карфагене или в Утике? Наверное, все-таки в Карфагене... Что тут не факт, что Будапешт даст эти холмы... Загробастать... Убился копейщик... Ой... Ох уж эти варвары... Так... Карфаген вырос... Ну... У меня там слоны... Кстати... Могу, кстати, взять генерала... И вот... Через горы тут... Прыгать... К сопернику... Так... Давайте-ка... Рабочих... Добавим... Пошли... Золото обрабатывать... Не... Постоим... Так... Что у нас с армией? Ну вот уже... Типа побольше у Марокко, потому что я... Немножко... Немножко... Потерял в силе... Своих юнитов... Попробуем... И сразу может в висячие пойти... Попробуем... И сразу может в висячие пойти... Ну, чувак... Ладно, давайте коляску... Клинкверму, чтобы быстрее... Отыскать... Города-государ... Ну, а плыть вообще по морю... Всегда неплохо... Я не думаю, что у него будут города на море вообще в принципе... Поэтому... Началось... Сейчас, кстати, на железо прыгнет... Гаденыш... Ммм... Еда... От лагерей... Может попробовать как-то отвлечь юнитами... Не... Не хочет дальше пойти... Интересно... Интересно... Так, у меня уже должен пророк быть... По идее... Но он... Чего-то не появляется... Библиотечка... Что возьмет... Ну, философию должен брать, конечно же... Что тут думать... Нашел в классическую эру... Да... Философию... Отличненько... Может тут постоять, чтобы лагеря не появлялись... Эх... Дороговато... Ну... Традиционно... На... Производство... А потом... Возьму... Пагоды... Защитим железо... Так... Где тут лагерь-то? Откуда пришел? Неужели с того? Ну... Будапешт хотел... Пророка... Ничего себе... Блин... Скоро Сингапур... Перестанет быть... Другом... И у меня минус... По счастью станет... Ну... Ненадолго... А... Вон... 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 Где у нас лагеря... Что он тут... Проапгрейдился... Так... Хипорегиус... Вырос... Пускай дальше растет... А... Нет... Минус не стал... Только минус два... Так... Что с деньгами у Марокко... У него минус... Мне все-таки больше нравится чертый город тут поставить... Ну... Вот сюда... Тут и рыб больше... Правда, эту рыбу я не смогу рыбацкими лодками обрабатывать... Ну... Тут три рыбы... Какое-то производство есть хотя бы... И можно с этим городом морскими караванами отъедаться... А здесь... А там не так весело, в общем... Так... Хотелось бы этих оленей, конечно, купить... Полечимся... Полечимся... Пообстреливаем... Так... Пускай стоит там... Или даже не... Может сюда даже пройти... На этот холм встать... Я в классическую эру вышел... Через математику... Попробуем сейчас... Висячие сады... Построить... Пошел... Все-таки... Долго он стоял... Надо было раньше, мне кажется... Идти смотреть... Что да как там у меня... Так... Вот и счастье возвращается... Сразу плюс восемь... Так... Производство... 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 Так... Где мне тут еще производство взять? Ага... Вот тут... Построить... Так... Во-первых, тут вырубить... Джунгли... А тут... Построить... Лагерь... Ну... Хорошо... Пускай отступает... Я... Продолжу заниматься... Лагерем... Блин... Девять ходов... Долго... О... В Карфагене... Любовь к отчизне... Так... Вообще... Наверное... Стоит... Философию... Дальше... Открыть... А после... Философии... Деньги... Вот как-то так... Так... Что-то Клинкверма... Долго строится... Ух... 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 Так... После Клинквермы... После Клинквермы... После Клинквермы... Ух... Ух... Воркболт... Не нужен... Так... Философия... деньги оптика давайте рабочего что стал обрабатывать не очень давайте наверно купим оленя мне деньги на апгрейд вроде не нужны ко мне блин обалденно нужный юнит как всегда давайте глянем что тут у него тут у него ничего пока и главное от есть никак не может генерала тут не поставить да у меня скоро золотой век еще может начаться ну вот мог он тут город ставить я про не знаю где у него столица конечно сейчас будем искать надеюсь он хоть третий-то город поставил да ладно что два города будет играть я думаю я уже по населению да по ходу вопросу времени тут уже ну повезло мне с двумя чудесами конечно ничего не могу сказать пойду посажу в гипорегиус что и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... не лагерь смесы караван караван разграбят вообще не в тему лагерь ну чё отдать скаута да а что я летел я шоптику могу открыть и переплыть просто нафига мне нафига я вот это сделал отдача юнита просто ни за что убил ладно отступлю тут не очень хорошо сайт пошло видите сюда может лучника поставить и сюда и обстреливать а тут как раз я все контролирую золотой век философия как раз смогу через два хода что-то попытаться сделать еще одно производство а Субтитры сделал DimaTorzok Так, рабочий Ну, давайте, наверное, тут поселенца построим Или, может, в Гепарегиосе В Гепарегиосе, наверное, лучше Тогда здесь Стоунхендж В Гепарегиосе Сетлер Как раз дострою нацколеж и поставлю четвертый город Все будет в тему и так, как надо Кызил Ну, культурный город Это получше, чем, блин, военный у меня тут О, блин, да вообще нету Придется удалять кингверму Вообще бесполезно в данном случае Ну, вот как такие пангеи генерируются, что Как будто я на континентах играю Что не так в настройках карты, я не пойму Будапешт хотел Сингапур не хотел, да? И что будет мне Будапешт? Ну, казаки вообще у него Юниты Будет мне Да? Ну, зашибись Может, Будапешту подарить Так, давайте дальше мы откроем Оптику Потом колосса Так, давайте дальше мы откроем Сильно у меня соперник по наукам Ну, на три всего Глядя на развитие Откровенно сказать, что оно этому не поможет Знаете, это еще страшно, когда вы через фрегаты играете А тут Ну, я точно знаю, что мне фрегатов можно не ждать Прокачиваем скаута Так Вообще, дороги уже стоит проложить, конечно Неплохо так Даст прибавку к золоту Семидесятый ход Религия укреплена Так Пагоды Плюс двадцать Около Дружественных городов Ненадолго он был союзником Дружественных городов Дружественных городов Так Ну, можно, наверное, за дорогу приняться Да Так, сохраним на одного миссионера Да Елки-палки Что ж вы все появляетесь да появляетесь Так, когда мне Будапешт даст Юнит Юнит Я уже забыла, где должно быть написано Каждые одиннадцать ходов он дает Ну, довольно скоро Опять идет своим дуболомом Надо слонов настроить сейчас Приплыть ее там погадить Так, маркет даст четыре Плюс пять Плюс два Ладно, давайте сначала маркет Потом Минт Минт О, точно Я же плыть могу Уже Минт 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 Практически догнал Свернулся К началу хода О, блин, он Стоунхендж увел Ну, кстати, я не знаю, зачем ему Стоунхендж На самом деле То есть я уже все вкусное, по-моему, забрал Явно я буду давить Ну, захотелось ему религии Почему нет Так Давайте тогда Тут маяк Попробуем А тут Петру Так Так Этот караван В Гиппорегиус бегал Сейчас Петра появится Можно будет отправить Только давайте Из Гиппорегиуса В Карфаген Сложу-ка я апну В мечника, кстати Обстреливать их Так, смотрите-ка Раз Два Три Четыре Пять Три Пять Шесть Пять Шесть Лучше Да нет Пофиг На самом деле В средневековье вышел Ммм, в гильдии Кстати, это интересно Может он даже и Петру строит Ну, в связи по всему, что он Стоунхендж построил Ну, блин Давайте-ка мы тоже в гильдии выйдем Попробуем Мачу-Пикчу все-таки раньше него построить Как раз у меня Петра будет закончено Ну, куша Фиг знает где Чисто соревнования Кто больше чудес построит Так как Экономика у меня лучше То Тут победю я А тут в первую очередь Маяк надо строить Маяк надо строить Дороги строю Соединяю Города Еще больше золота Тут 14 А тут Тоже 14 Думал я ушел оттуда, да? Думал я ушел в tune Отдел этом Списаться С Wisemin Еще одного asses Одним Мое inference Что nh Редактор О Между Мось даже не буду пытаться туда идти смысл он города то ставит все-таки поставил 3 тут надо если через традицию то по-любому через четыре города места у него явно есть так что не знаю чем там занимается так буду засвечивать хотя тут может появиться сильно пагоды оставим караванчик отправим в хиппоригиус гильдии так мачу пикчу теперь гражданская служба универы мастерские будем отбирать холмы у будапешта утики утики больше надо чем так сразу отходит нам будем тут стоять но козел петру хотел круто пожалуй на рост тут а время бананы надо было купить на рост пропустил это дело извиняюсь сюда перепрыгнуть буду тут обстреливать так 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 могу еще рубить два хода а гадыста растет пускай на производство стоит вот тут уже есть иудаизм надо в гадыст принести слово моисеева интересно на что надеется мой соперник он еще и растет плохо потому что хотя он у меня уже 0 мне бы уже тоже как-то приостановить ладно пускай вырастет утика хочу приостановить на пагоды должны покупаться правильно говорю так ну что может нафигачить слонов все таки действительно и 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 в гильдии но строил араку хотя можно в другом городе строю и в теологию вышел то есть он хочет сейчас укрепить религию ну очень все это странно чем вот что для него к почему считает плохо если на него моя религия распространиться тут производство есть вот так поплыву тут слонами буду высаживаться плюс 29 сингапур хочет иудаизм и лагерь сингапур хочет вот этот лагерь нифига си походу она пускай достроится маяк а стоп так я же минус по по счастью уже вышел 4 все в производство слоны 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 вот и маяк еще чеченицу построить все-таки плюс 4 счастья так сказать на дороге ж не валяется не знаю на что мой соперник надеется не 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 устаю это повторять правильнее надо было бы лес вырубить чтобы быстрее все равно у меня минус почему минус 5 стало а потому что будапешта что между а то плохо это уже большой минус по счастью так ну так мы сделаем констракшен чтобы арены можно было строить а а а а а а буддапешт мне удаст себя мне дань ну и чё может exploration взять или честь но я не собираюсь здесь вот на такой территории продавливать генералами на фига а так exploration даст мил в прибрежных городах молотки чем плохо ничем не плохо а вот и пагода купилась так чеченица что там козил захотел храм артемида слушать почему бы в утике например 12 ходов а а и и и и и и и и Продолжение следует... Ну, так-то уже не сильно, ну, по-моему, я догнал, естественно. Хотя я не знаю, куда он там выходит. Ну, гражданскую службу он уже открыл. То есть тоже в универы идет. У меня два дополнительных каравана. Ну, кстати, так надо купить мне клетку с мехом. Ее обработать. Вот мне и будет счастье. Так, сейчас джунгли тут вырубим. Серебро. У него тут, блин, ресурсы очень неплохие. Ну, как-то ими не особо хочет заниматься. Так, может, после чеченицы действительно Артемиду построить? Раз козил хочет. Блин, ну вот... Ну, что это вот за подлюдчество? А? Как это вообще назвать? Блин, он убьет. Ай, блин. Ну, не на моей территории. Ну, все равно вырублю в жунгли. Такое ощущение, что марокканец туда даже не ходил. Нет, меткалуки, нет. Только не они. Деньги откуда-то у нее появились. Меткалук. То есть, на самом деле, коляски и меткалуки примерно равны. Да, меткалук сильнее бьет. Но, видите, я два раза обстрелял, и уже... Не так уж и сильно он бьет, да? Не так уж и сильно он бьет. Вот и счастье вернулось в наш дом. Нет. 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 Будем отступать. еще дальше получил тут одним словом сейчас отвлекем этих блин чё за фигня началась все сейчас могут тут эти морские юниты появится прикола почему он не может то есть вот только сейчас у него происходит еще один глюкцы вы смотрите юнит внутри города не получил промоушен что он может спускаться на как только выйдя из города он ее получает ну бред же артемиду караван дорогу иудаизм разрушить лагерь да ладно ну блин чувак давай своих метка луков сюда сюда и ну и что ж он взял ради чего он тратил на 100 у нас 100 золота ну не знаю ладно отойду уговорил у нас тылный такой вообще вперед обстреливает меня я считаю это нечестно все что против меня это нечестно почему чувак на воду спустился молодец нет слов Блин. Блин, да у него тут место немерено. Почему? Где его? И хорошие места, кстати. О, Феста к ним неслабо растет. Быстрее, чем второй город. Да, вон его столичка, видимо. Так, пойдем чинить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok не хочет козел со мной в мире жить почему-то вот не нравлюсь я его и все никуда от этого не деться универы универы да боже ж ты мой когда вы закончитесь что-то как-то слабенько пускай обстреливают я думаю да господи ты сможешь мой давайте стенку построим ну вообще у него да у него вот это его шанс меня продавить арбалетами только пока что-то не видно чтобы он это пытался вообще сделать осуществить потому что по развитию я тут явно о колумба ну классно я сюда встал прям под караванчик надо с этим лагерем разобраться боже ну что ж ты тут все бегаешь нафига мне будапешт в союзниках хотя там этот есть так ну я думаю тут уже нету смысла высаживаться а надолго козел вообще союзник 136 надолго ладно вернемся пока там сложновато высаживаться поэтому я вернулся что он там везде арбалет на полет и клепает все равно не может меня догнать так надо будет спасать мечника пагода в гиппорегиус так можно строить еще один караван маленькая орбили слоника у а у у у у у у у у у Надо вот этот лагерь, его и Колумбо хочет. Я так понимаю. И Сингапур. О, отлично. Колумбо сейчас вообще моим станет. Я ему верну рабочего. Так, у марокканца случайно нет денег его купить? Вот я бы на его месте, если у него есть возможность, конечно, попытался бы перекупить. Не, бутику. Лепарегиус у меня сейчас будет. Да, потратил все-таки деньги, да? Ну, прав, прав, абсолютно прав. Он так и понял, видимо, что я иду. Ну, этого убьют. Тут я попытаюсь как-то слоником смотаться. С другой стороны, конечно, ну... Нехилые деньги он на это потратил. Надолго, кстати. Ну, на 7 ходов. Даже чуть больше, да? Надо лагерь этот уничтожать все равно, чтобы на большее количество времени он не стал марокканским. Но то, что я вынудил деньги потратить, это очень классно. Арбалеты возвращаются. Зато у меня денег. Собственно, я сразу могу перекупить любую КГшку, которая... А, так Сингапур еще хочет в этот лагерь. Да, лагерь надо захватывать в любом случае. Эээ. Отлично. И взяли еще продукцию в прибрежных городах. Все, зашибись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормальненько. Так, 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 так. Можно. Постоим. Полечимся. Шахты. Так. Лучше на производство, пускай, да. А тут и так, как на дрожжах. Разжах растет. Ой. Ну, не знаю. Я тут вижу проигранные. Ой, убил. Ну, пожалуй. Отвлекли армию на эту сторону. Неплохо сходили. По-моему, неплохо сходили. Уже не нужны слоны. Мастерские. ну ты у меня архуалеты что дальше физик он не открыл рыцарство физика в общем сплошные чудеса можно строить давайте вот так может в печатный пресс первым выйти все-таки контроль конгресса смогу предложить религию как минимум все пагоды куплены везде и и и и и и и о я тут с этим маяк построил да чушь я клетку не купил так так быстрее построим караванчик инженер у меня считаете на или на пизу оставить лучше на пизу оставим инженера так может тут лучше встать а то еще приплывет арбалетами а уже наклепал арбалетов нет смысла вырубать так я тут вырублю джунгли встать вот и маска да за за Мой самый маленький город больше, чем его. Ну, блин, я думаю, у меня арбалеты тут за один-два хода строят. За один вообще. То есть... Пускай клепает. Блин, а в Гайдисе нету амбара. Ну, зашибись, может мне его купить? Двести пятьдесят. А скоро тут эти перестанут быть. Сто двадцать восемь, а тут сто двадцать один. Не, лучше поберегу деньги на скупку городов-государств. Ну, тут можно после бараков арбалетик построить. Так, инженер для Пизы. Так, инженер для Пизы оставим. Соперник перестал быть союзником Коломбо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 что взял религия дальше распространен у как ну вот как он предполагает победить например мою религию но у себя там распространит ее получит какие-то деньги единовременно а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот как видите, да? Следующим ходом главное первым предложить... Первым предложить религию... А может тупо вообще в динамит пойти просто и все, и вынести его... Ну он, наверное, идет в иностранный легион... Конечно... Я пойду в динамит... Поплыл арбалетом... Ну плыви... По-моему, не очень удачное место... Для переплывания... Поплыл арбалетом... Субтитры создавал DimaTorzok куда-то вниз попал дуболомы еще спускай прикольно ничего может открыть голиасы хотя почему он спускает юниты в том месте где я их вижу ну вот это зачем так делать я же их вижу а может к себе посадить давайте чем к нему глянем просто глянем и потом пересадим я инженером нервных и меди построим так а вот он восемь ходов техи дорогу вообще дорогу можно конечно провести когда у меня там караван какой заканчивать наземный через три хода из гиппорегиус карфаген тоже можно будет в будапешт отправить сколько в будапешт стуму из уть а это морской ну вот из карфагена в будапеште 7 золота в ходе на меня золото немерено и наоборот города надо растить у меня счастье вот зачем он спустил на воду юниты так что я их увидел естественно я подойду их тут сторожить форч наверно а вот надо золото добавить и можно будет мимт построить отлично так бутики рынок построили конюшня давайте к инкверму кстати раз он там плавает и потом конюшню потому что и лошади есть и овцы так универ построен давайте наверно лодку рубацкую потом кинг верну странные странные действия барабудуру он сейчас всех прям на свою веру четвертый город наконец-то только сейчас заметил да ну конечно поставил его все в два раза ну я не знаю смысл тут играть в каком месте он может победить и и и и и и ну наука будет долго равны по что он пойдет по верхней ветке я по нижней умеет ли смысл мне ему об этом рассказывать запретный город строит как я и думал вот эти что он может сделать запретным городом ну да у него будет больше чем так у него будет а ну да у него будет больше голосов мы будем вот тут играться за бань ресурс предложи свою религию запретный город хорош когда ты еще и основатель конгресса у тебя 4 голоса будет да блин да сколько ж можно и и и и ну давай еще немного может подождать пока ну что отправлять буду пишет караван так инкверму построил бараки давайте бараки блин не понимаю куда мне ставить к инкверму она пускай так будет маракеш не у горы он там делает восемь ходов боже денег нету да тут надо выходить во рту и сносить все нафиг в печатный пресс он не вышел да тут игра дарты и 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 continued и и и и и прикольно Продолжение следует... 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 это непреодолимое желание высаживаться у меня тут это а а и и и и и и Смотрите Трирема в океане Я не могу ее проатаковать из-за этого И походу он не может оттуда двинуть Ну, что-то странное, короче Блин, а у меня город голодает Из-за этого Трирема в океане 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 у меня 1235 золота 75 золота в ход у него 53,19 я просто поражаюсь зачем человек еще вообще дальше играет а 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 Продолжение следует... Непонятно Продолжение следует... 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 И горы есть Ну, горы тут ничего не сыграли На самом деле Не надо было лететь в В Великую Библиотеку 149 У меня 203, помните наука? 203, а у него 149 Вот он идет в индустриализацию Ну вот он выходит в индустриализацию И что? Ну, возьмет он Иностранный легион Арта реально все сносит В этот момент Единственная там возможность спастись Вот в такой ситуации Это взять иностранный легион И то у него, ну Ему еще построить фабрики А с производства у него не очень Еще он возьмет две Потом еще взять Ну, я думаю, что я во рту раньше выйду И раньше его продавлю Ну, через 4 хода мог у меня что-нибудь украсть И украл бы у меня всего лишь Железо В то время, как я уже металлургию открываю Точнее, я уже, по-моему, открыл металлургию И уже военную науку иду То есть он не догнал бы меня До динамита никак Ну все Вы слышали Лешу Халецкого Канал Леша играет Не забудьте подписаться Пользуйтесь Двагис И играйте в умные игры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!